Сегодня вечером рекомендуем посмотреть спектакль «Не всё коту масленица». Это постановка о власти денег, любви и настоящих ценностях. Ироничная психологическая пьеса Островского становится яркой и смешной историей о том, что любовь сильнее денег и золотых клеток. Это комедия характеров, в которой зритель, возможно, узнает себя. Как скромная немецкая принцесса сумела стать великой русской императрицей? Об этом расскажет спектакль «Екатерина Великая», который сегодня пройдет в Театре музыкальной комедии. Несчастливое замужество, разлука с маленьким сыном, дворцовые интриги, запретная любовь к графу Орлову – только начало испытаний, выпавших на долю Екатерины. Перед зрителями история женщины и царицы, которая навсегда осталась в памяти России. Спектакль «Вишнёвый сад» создан в жанре жесткого гротеска. Здесь нет грустных размышлений, томных разговоров и полутонов. Это смелая и оттого не менее смешная комедийная постановка. Герои пьют из стаканов «Вишнёвый сад» и пытаются разобраться в судьбах России. Смех сквозь слёзы, фирменный стиль Чехова, продолжает жить и развиваться в постановке Калиды. Любители классики могут провести музыкальный вечер в Свердловской филармонии. Романсы Алябьева, Варламова и Рубинштейна отсылают к традиции любительского музицирования в России XIX века. Музыка Бенджамина Бриттона вдохновляет старинной традицией. О культуре танго-нуэво напомнит либертанго, полюбившегося всему миру аргентинца Астропьяцолы. Слушатели не оставят равнодушным и творчеством Марио Костельного Тедеско, итальянца, эмигрировавшего в США, но никогда не забывавшего о своих испанских корнях. Не пропустите, вечером в Ельцин-центре пройдет спектакль «Карусель, прогулка по». Это воспоминание человека о своей юности, о первой любви, о личной истории, переломное время страны в 90-е годы прошлого века. Режиссер поставил спектакль «Променад» по залам музея, спектакль «Путешествие по лабиринтам памяти». Еще больше анонсов мероприятий можно найти на портале uvents.ru